Чем привлекательна Актюбинская область для инвесторов? В столице прошел Международный инвестфорум. По словам Акима Актюбинской области и Эрлы Тукжанова, в регионе работают около полутора тысяч зарубежных предприятий, транснациональные компании. И, как обещал глава региона, для инвесторов будут созданы все условия. Актюбинская область является стратегическим индустриально-аграрным регионом страны. Промышленность является основным драйвером экономики, формирующим более 40% валового регионального продукта области. Регион обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической и нефтегазовой отраслей. В недрах области имеются залежи практически всех полезных ископаемых таблиц и Менделеева. Известно, что Казахстан хочет привлечь больше прямых иностранных инвестиций для разработки своих богатых минеральных ресурсов и развития своего горнодобывающего сектора. В рамках инвестиционного контракта имеется возможность получения полного пакета преференций, такие как разрешение на ввоз иностранной рабочей силы вне квоты, натурных грантов, частичное возмещение фактических затрат на СМР до 30%, освобождение от земельного корпоративного подоходного налога на имущество. Регион обладает уникальной минеральной сырьевой базой, где сосредоточено около 170 свободных мест зарождения от строительных материалов до горнорудного сырья, которое является инвестиционным привлекательным для вложения. Впрочем, в Актюбинской области реализован крупный проект ветроэлектростанции с участием транснациональных компаний «Эни» и «Дженерал Электрик». Причем данная компания входит в консорциум северокаспийского проекта на месторождении Кашаган. Известно, что основной поток инвестиций в Казахстан генерируют крупные западные добывающие компании, которые работают в нефтегазовом секторе на Карашаганаке, Кашагане и Тенгизе. Они являются и главными партнерами казахстанского правительства, и крупнейшими работодателями в добывающем секторе. В ближайшие три года мы собираемся инвестировать в Актюбинскую область 700 миллиардов тенге. Это около полутора миллиардов, может быть, более долларов. Мы самые большие производители хромовой руды в мире, и мы добываем ее в Актюбинской области. Поэтому к нам правительство и государство определяют новые требования. Мы должны быть более технологичными, более экологичными. На нас лежит большая социальная ответственность, потому что мы должны работать так, чтобы люди, которые у нас работали, были счастливы. Добавим, что фонд «Казахстан-Халхана» компания «РДЖ» направила 30 миллиардов тенге. Бауржанша Ахмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.